Главной проблемой в развитии транспортной инфраструктуры является активная жилая застройка района. При этом сами застройщики в последнюю очередь думают о том, как люди будут добираться, например, до метро. В ноябре в микрорайонах Восточная Бутова, Бутова-парк 2 и 2Б произошел транспортный коллапс. Из-за изменения законодательства местные перевозчики фактически оказались вне закона. Тогда, благодаря оперативному вмешательству руководства муниципалитета, удалось найти временное решение проблемы. Сейчас жизнь микрорайонов вернулась в привычное русло. В начале года были проведены конкурсные процедуры, определен победитель. И сейчас уже идет чисто формальное оформление документов для того, чтобы запустить регулярные маршруты в этих микрорайонах. В новый микрорайон ЖК «Зеленая аллея» запущены в тестовом режиме 471 и 489 маршруты. В новых домах многие квартиры пустуют, но как только будет установлен устойчивый пассажиропоток и оборудована разворотная площадка, то автобусы начнут ездить на постоянной основе. Идя навстречу пожеланиям жителей, сделано это будет в ближайшее время. Хотелось бы побольше. Я понимаю, что пока не все дома заселены, это понятно. Ну, маловато, мне кажется. Нужно больше, чем один раз в час их пускать. Ведется активная работа и в других поселениях района. Для жителей села Остров организован отдельный маршрут 367, который следует от села до станции метро Домодедовская. Интервал движения маршруток составляет порядка 30-40 минут. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об изменении движения 609 маршрута. Сейчас он идет от поселка Дубровский до метро Пражская. Но скоро он будет заезжать в поселок Бица. Дело осталось за малым. Установить остановочный павильон. После того, как он будет установлен, мы совместно с представителями Министерства транспорта Московской области осуществим повторное обследование уличной дорожной сети. И потом, естественно, это будет как раз импульсом для Министерства транспорта внести дополнение в существующий маршрут и уже организовать, продлить маршрут 609 до поселка Бица. Таким образом, Ленинский район вносит свою лепту в работу по организации общественного транспорта всей Московской области. В своем ежегодном послании губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил необходимость постоянного развития пассажирских перевозок. Для нас принципиально важно, чтобы любые поездки наших жителей на общественном транспорте были комфортными и доступными. За 4 года мы выпустили на маршруты 2500 новых автобусов. Для удобства граждан корректируются и уже существующие маршруты. В январе была существенно изменена схема движения маршрута номер 8, который ходит от рынка Красный Камень. По просьбе жителей района теперь организован отъезд, в том числе от улицы Завидная, дом 24. Этот маршрут, он сейчас носит в том числе и социальный характер для жителей новых микрорайонов. Он следует мимо поликлиники, мимо здания администрации. То есть для того, чтобы жители новых микрорайонов смогли посетить административный центр и необходимое, естественно, социальное учреждение. Для удобства жителей идет планомерная работа по усовершенствованию дорожной сети. В частности, с 20 февраля планируется изменение маршрутов пассажирского транспорта в районе остановочного пункта Завидная, 24. Скоро в этом месте пассажиры будут только высаживаться. Весь отстой пассажирского транспорта будет осуществляться на специализированной стоянке вблизи села Ермолино. Внимание автовладельцев! В районе этой площадки будет устроена новая организация дорожного движения. Круговая развязка с выездом в сторону деревни Калиновка. Максим Козлов, Алексей Руднев, Анастасия Мархонова. Видное ТВ.